Мастер спорта В 2014 году я как бы лыжами еще занимаюсь, биатлоном. Ну и вот мечта такая. В предолимпийском 2013 году молодой спортсмен сделал все, чтобы его мечта стала реальностью. Начался год для Мурыгина с серебра чемпионата страны, а дальше пошло по нарастающей. Победы в чемпионате мира и на этапах Кубка мира. Всего за 12 месяцев в медальной копилке Григория только высшего достоинства 5 наград. И теперь юный омский лыжник и биатлонист по праву рассчитывает уже на золото Паралимпиады. Думаю, что и сейчас, когда уже столько всего пройдено и когда уже реально видно цель, останавливаться и тем более поворачивать назад смысла нет. Только вперед в Сочи. Хорошие шансы выступить в Сочи и побороться там за награды есть у омской спортсменки Натальи Кочаровой. 15 декабря на этапе Кубка мира в канадском Кенмаре Наталья завоевала первую в истории омского спорта женскую медаль в зимних паралимпийских видах. А вернувшись в преддверии Нового года с очередными наградами в родной Омск, спортсмены сетовали только об одном, что дома долго побыть не получится. Дальше сборы, дальше еще два этапа Кубка мира в Финляндии и в Германии. Там тоже продолжится отбор на паралимпийские игры. Будем там выступать, тоже выкладываться по максимуму. Да, настольный хороший. Спали, отдохнуть хочется чуть-чуть. Ну а будет время отдохнуть? Нет. Нет, только будет после марта отдохнуть. Сейчас некуда отдыхать. Редактор субтитров А.Семкин